Очередной велообъезд провел глава округа. Владимир Ружицкий совместно со своими коллегами проинспектировал территорию деревни Матяково. Какие проблемы удалось выявить, узнавала Анна Троян. Застройщик вышел за пределы кадастрового учета. И если хозяин этого забора продлит свой запор согласно своим границам, то у нас нет выезда ни одного. Встречи с главой округа жители Матяково ждали с нетерпением. Обо всех наболевших вопросах они сообщили Владимиру Ружицкому, как только велоинспекция пожаловала в деревню. У вас останавливаются насосы. И та накопленная горячая водичка со всей ржавчиной, она отстаивается. Потом идет подача энергии. Весь этот замечательный оранжевый цвет поднимается и подается нам. Не только ржавая вода, но и другие проблемы ЖК Кореневский форт волнуют местную жительницу Ирину Смирнову. Весь маршрут она проехала вместе с представителями власти, что помогло детально разобрать недочеты нового жилого квартала. Старались собрать все общие вопросы от всех жителей. Это касаемо и транспорта, и наших пешеходных зон, и котельные наши замечательные, от которых мы, к сожалению, страдаем. В первую очередь были затронуты неправильные коммунальные платежи, которые нам исчисляются и все образовавшиеся задолженности. Велоинспекторы заверили. Совсем скоро вопросов по работе котельных в Матякове больше не возникнет. Объекты переданы на баланс Люберецкой теплосети, что решит ряд проблем. В дороге от пункта к пункту команда главы также обратила внимание на бездорожье на некоторых участках деревни. Здесь меняются управляющие компании и работают слабо. Будем тоже разбираться, что с этим делать. Есть здесь вопросы, проблемы по тротуарам. Так, застройщик это все построил. Дороги есть или проезды, тротуаров нет. В целом, я оцениваю, территория держится неплохо. Все-таки бурьянов нету, трава покошена. Мы посмотрели детские площадки. Детские площадки комфортные, ухоженные. Все обнаруженные во время инспекции недочеты зафиксировали. Решение каждой из обнаруженных проблем глава возложил адресно на ответственных сотрудников администрации.